У каждого из нас есть свои любимые места в Луганске. С ними связаны личные воспоминания, и именно там нам хорошо и уютно. Для директора Музея истории и культуры Луганска Ольги Васильевны Приколоты – это старый город. Она утверждает, что здесь существует особая аура, которой больше нет нигде в Луганске. Наше путешествие по старому городу мы начнем с парка 1 мая. В детстве для Ольги Васильевны приход сюда был настоящим праздником. В то время парк был очень ухоженным и чистым. Здесь было множество цветов, особенно роз, а в чистом озерце плавали лебеди. Обычно были выходные дни или праздничные дни, когда родители были свободны и могли привезти сюда. А когда уже повзрослели, нам разрешали самостоятельно сюда приходить. И давали желанный рубль или два, чтобы можно было покататься на лодочках. Холодочки стоили 5 копеек, а мороженое стоило 11 копеек и вода. И даже можно было в чебуречной покушать чебуреки. Вообще-то, конечно, сюда приходят и приводят детей для того, чтобы покататься, покататься на качелях. В бытность мою, когда я была ребенком, здесь катали на ослики. Маленький такой файтончик был, возил его ослик. И позже, когда своих детей приводила, уже был живой уголок здесь. В этот сад 1 мая очень многие приходили на танцы. Но танцевальная площадка по тем временам в саду 1 мая считалась криминальной. Поэтому мне сюда не разрешили, не разрешали мне и моим подругам приходить. Поэтому на танцы мы сюда не приходили. Но танцы здесь были и сюда приходили со всего города. Приезжали, съезжали на танцы в сад 1 мая. Очень любили кататься на чертовом колесе. Сейчас у чертова колеса тоже события посмотреть. И смелости не всегда хватало подняться на этом колесе. Но когда поднимались, ведь весь город на ладони. В саду 1 мая очень много было раньше аттракционов для детей. И плюс всегда находчивые фотографы. Поэтому практически у многих горожан в семейных альбомах есть фотографии детей или их фотографии, на которых они запечатлены в саду 1 мая. Но хочу еще сказать, что здесь работала открытая эстрада. Эстрада, на которой были выступления и солидных актеров, и были выступления самодеятельности по субботам и воскресеньям. И нам, детям, не всегда было доступно приобрести этот билет. Поэтому мы стояли вокруг и слушали эти концерты за этой зеленой эстрадой. Кстати, я хочу сказать, здесь кинотеатр существовал в саду 1 мая. И вот здесь я впервые услышала возраст, теперь свой не помню, Александра Розенбаума. Тогда еще мало кому известного исполнителя своих песен. Он приезжал здесь, здесь был всего один концерт. Но я помню, публика собралась на этот концерт со всего города. И многие даже не знали, кто такой Розенбаум. Но молва по городу прошла, и все собрались на этот концерт. Зан был переполнен, тоже многие стояли за кинотеатром, чтобы послушать Александра Розенбаума. Каждый день по дороге на работу Ольга Васильевна проходит мимо средней школы номер 2, в которой училась сама, и которую затем окончили и ее дети. С этой школой связаны очень приятные воспоминания. Ведь детство – самое спокойное и беззаботное время. Эта школа для меня дала очень много. Во-первых, здесь в этой школе я определилась со своей будущей профессией, как, в принципе, преподавателя истории. Я думала о том, что я буду учителем истории. Это раз. А во-вторых, здесь в школе так сложилось, что был очень хороший на тот момент, когда я училась, хороший педагогический коллектив. Я с большой любовью хочу вспомнить жену или покойную своего преподавателя Елену Федоровну Филатову. Она у нас была филологом, вела русский язык и литературу. Но в нашей жизни всегда очень важно воспоминаниях. Мы всегда любим вспоминать детские годы, юношеские годы, потому что это самое беззаботное, самое радостное время в нашей жизни. И так случилось, что оно связано у меня с любимой второй школой. Поэтому, когда мы приезжаем сюда, когда я бываю в старой части города, я бываю здесь каждый день и мимо своей школы прохожу на работу каждый день и возвращаюсь тоже. Поэтому с большой любовью вспоминаю эту школу и вспоминаю тех людей, с кем я училась и кто меня учил. Нужно сказать, что путь в школу для ученицы Ули Потупайловой был довольно-таки быстрым. А вот возвращение домой наоборот, долгим. Потому что так хотелось побродить по Ленинской, которая находилась в двух шагах от школы. Рядышком на Ленинской сразу стояли киоски с мороженым. И наше любимое ленинградское мороженое, которое стоило 11,22 копейки, золотой фольеф такой. И здесь же на Ленинской был замечательный книжный магазин, в котором были не только учебники, но и были очень интересные книги. По тем временам всегда был недостаток литературы. И если что-то появлялось на прилавках, хотелось приобрести. Хотя карманных денег особо и не было. Но книжный магазин мы регулярно посещали, он нам очень нравился. И, естественно, мороженое. Поедали мороженое в этом сквере, в сквере революции он уже на тот момент так назывался. Ольга Васильевна рассказывает, что училась она довольно-таки неплохо. Особенно любила историю, литературу, географию. Но наша героиня признается, что из-за ней в школе водились кое-какие грешки. Как, например, прогуливание уроков. Тем более, что совсем рядом со школой находился и кинотеатр «Комсомолец». И с уроков уходили, и после уроков уходили. Будучи еще ученицей седьмого класса, шел фильм «Анжелика и король». Божечки, он наделал такого шума, мамочки. Все обсуждали только это, ее наряды и под разный прелом. Но фильм шел с аннотацией детям до 16 лет. И как нужно пойти посмотреть этот фильм. В общем-то, были надеты мамы на часы. Вот они показывались, контролеры у входа, билет этот. Она придирчиво нас рассматривала. Если нам 16 лет, и мы кивали головой, да что есть. Вот подруга была вообще в бабушкиных ботах, чтобы, так сказать, посолить, не выглядеть. И фильм вот мы этот посмотрели. Ну, мы даже использовали. Раньше было, мы ждали зимой объявления по радио. 24 градуса мы еще идем в школу, а уже 25 градусов мороза мы уже не идем. И если эти 25 градусов есть, то мы все собираемся возле школы и дружно идем в кинотеатр смотреть фильм. В школу мы и не идем, но фильмы шли смотреть. Ольга Васильевна рассказала нам, что раньше улица Ленинская делилась на две стороны, которые в народе назывались Рублева и Копеечная. Рублева – это теневая сторона улицы. И именно по ней прогуливались дамы высшего света уездного города Луганска. В те времена считалось неприличным иметь загар, поэтому знатные женщины и прятались от солнца. Как вы догадали, что по Копеечной стороне – солнечный, прогуливался простой лед. Осталось лишь добавить, что Копеечная называлась та сторона улицы, где сейчас находится филармония. Рублевая, соответственно, напротив. Наверное, многие зрители нашей программы помнят, что раньше Ленинская была центральной улицей города. Это было место прогулок. Здесь находилась филармония, кинотеатр, множество магазинов. Праздничные дни на Ленинской проходили концерты. Играл духовой оркестр. Ну, во-первых, эта улица еще одна из первых улиц нашего города вообще по застройке. Здесь здания очень старые, интересные здания. К сожалению, они на сегодняшний день имеют такой сиротливый, разрушенный вид. И мы живем надеждой, что что-то когда-то изменится. И, к счастью, вот такие постройки, как тот же ресторан «Невский», который вписался в архитектурное пространство этой улицы, он украсил. Гостиный двор, магазин-супермаркет. Но его постарались сделать в рамках тех зданий, в архитектуре тех зданий, которые находятся на улице Ленина. Здесь дом учителя. Будучи школьницей, здесь частенько давали концерты. Здесь стоит памятник холодильнику. Раньше здесь был большой фонтан и торговля мороженым. Но как дети мы всегда вспоминаем здесь и торговлю газированной водой, которая была на Ленинской. Здесь и выставки художников, которые делались ко дню города. Они сделали прямо вот здесь, выстраивались художники со своими работами. Торговля книгами. Здесь на улице Ленинской были праздничные ярмарки. Вот то, что сейчас в центре города, у стадиона «Авангард», то раньше все это было на Ленинской. В общем-то, много приятных воспоминаний. Здесь же на Ленинской находилась фотография Матусовска. Но свои... Я уже не помню фотографии Матусовска. Матусовский уехал еще в 56-м... Отца, да, Льва Матусовска. Льва Моисеевича Матусовского. Он уехал к сыну Москвы еще в 56-м году. Но фотография его еще долго существовала. Потом ее немножко... Павильон переделали, сделали магазин «Вымпел». А маленькая фотография, где раньше находилась фотолаборатория или тушерные мастерские, сохранилась. Но сейчас и этого нет. В общем-то, на сегодняшний день, конечно, с печалью смотришь на эту улицу. Была ее красота угасла. Конечно, мы, как музейщики, живем надеждой, что какие-то такие подвижки в сторону восстановления старого исторического центра будут. И они начнутся с улицы Ленина. Ольга Васильевна может говорить о Ленинской очень много. В этой улице прошлое Луганское. Раньше эта часть города была очень привлекательной и уютной. А теперь, к сожалению, имеет весьма грустный и неухоженный вид. Ольгу Васильевну Приколоту и как луганчанку, и как директора музея не может не волновать равнодушное отношение к историческому центру Луганска. Но все-таки она надеется на то, что эта часть города возродится, обновится, отстроится и вновь примет достойный вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова